На войну Клара Морозова пошла уже со специальностью. В свои 18 она успела закончить спортивный техникум. Ее знания пригодились в госпиталях, где она работала методистом лечебной физкультуры. Ставила на ноги прооперированных солдат. После ее восстановительных упражнений раненые возвращались на фронт крепкими бойцами. Работая при госпиталях Черноморского военно-морского флота, она побывала и в Сталинграде, и в Тбилиси, и в Хосте. В квартире на улице Голубые и Дали она живет 17 лет. Сам дом возведен в начале 90-х. Тогда же здесь был произведен первый и последний ремонт. Несколько последних лет Клара Васильевна боялась дождей. У меня очень плохая была лоджия. У меня текли окна. Я вечно, как только дождь, я должна ночью вскакивать, собирать воду, затыкивать тряпки всякие. Ну не могла, ну не ремонт такой, ну как, ну не могла одна. Как я его затею, этот ремонт. Мы пришли настоять на все, сделали. Очень неожиданно, я очень боялась и очень стеснялась. Благотворительностью в преддверии юбилейного Дня Победы сегодня занимаются многие предприниматели города. Об этом бизнесменов попросил мэр Сочи. Каждый уделяет внимание ветеранам в меру своих возможностей. Новые окна, пол, обои в квартире Клары Васильевны Морозовой. Это заслуга руководства одного из адлерских торгово-развлекательных центров. Знаете, приятно. Тем более, столько услышала приятных и благодарных слов от человека, который на самом деле уже и жизненный опыт, и такой возраст уже за плечами. Просто смотришь, и вот хочется еще сделать хорошее. Это наше прошлое, это люди, которые фактически благодаря которым мы живем сегодня. Новым остеклением и полами в двух комнатах решили не ограничиваться. Обновили ветерану и все розетки с выключателями. Были бы у меня ноги, на колени упало бы, клянусь. Потому что человек заработал, человек дал. Мне казалось, у меня все нормально. А когда сделали, прекрасно. Спасибо. Спасибо. На каждого ветерана в Сочи заведен так называемый паспорт потребностей. Состоит он из 18 позиций. Ремонт, улучшение жилищных условий, оздоровление, лекарства, продуктовые корзины. Героев обеспечат всем необходимым. Не обойдется и без нужных подарков крупной бытовой техники. Татьяна Нагорская, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.